Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 127. Он входит в 18-ю кофизму, в сборник из 15 песней восхождения. Сегодняшняя наша встреча, как и многие другие, по изучению псалтыри, проходит в Московском Срединском монастыре, записывается и размещается на портале экзегет.ру. 127-й Псалом воспевает благословения, даруемые благочестивым тружеником за послушание Господу. Текст Псалма краток, но он дает много пищи для ума людям, стремящимся приобрести мудрость. Слово «блажен», стоящее как в завершении предыдущего Псалма, так и в начале данного, весьма тябовое для литературы мудрости. «Счастливы те, кто следуют за Господом. У них будет урожай на поле, и жены их будут плодовиты, как виноград. Такого человека встречает или провожает из храма священник со словами благословения». Как ни парадоксально, мало кто из святых отцов древности видел в данном Псалме восхождение какие-то параллели с возвращением из Вавилона. Афанасий Великий, Федорит Кирский и Иоанн Златоуст использовали текст Псалма как повод для размышлений о страхе Божием, который способствует к приобретению добродетели. Хотя по святителю Иоанну Златоусту 127-й Псалом является продолжением предыдущего, но при всем сходстве афоризмов эти два Псалма имеют ряд смысловых отличий. 126-й Псалом воспевает личное счастье и индивидуума, в то время как 127-й – идеал богобоязненной жизни всего Израиля. В предыдущем Псалме супружеское счастье превозносилось как награда за труд, а в данном гимне – это бескорыстный дар от Бога. Скорее всего, 127-й Псалом воспевался в храме во время одного из ежегодных религиозных праздников, возможно, за праздником Кущей. Первая строка Псалма перекликается с началом к Псалтире. «Блажен муж, который не ходит на совет несчастивых. Ходящий путями его – это человек, стремящийся жить по воле Божией не в теории, а на практике. Заповеди Божии направляют его в ежедневных деловых и бытовых поступках». После абстрактного введения Псалмопевец вводит личное обращение к читателю. «Ты». Высказанное в первом стихе определение веры, он иллюстрирует на трех примерах из жизни семьи. Работа, жена, дети. «Плод труда твоих рук означает результат твоей работы в виде заработной платы, урожая или еды. Если ты следуешь заповедям Господа, то заработаешь достаточно, чтобы обеспечить потребности семьи. Более того, работа будет приносить тебе удовлетворение, она будет тебе нравиться. Будешь счастлив и благополучен». Второй стих. Описанное здесь состояние счастливого труженика резко контрастирует с описанием в предыдущем Псалме трудоголиком, который «вкалывает с утра до ночи и ест хлеб печали, потому что трудится без Бога». Упоминаемые Псалмопевцами растения, виноградник и маслячные деревья, были базовыми сельскохозяйственными культурами Древнего Израиля. В Псалме они используются в качестве символов жизни и плодородия. «Жена, боящая гося Господа, подобна плодовитой виноградной лозе, которая приносит много ягод, а его дети – молодым оливковым деревьям». Образ виноградной лозы в поэтических книгах Библии имеет также сексуальный подтекст. Например, в «Песне песней» грудь девушки сравнивается с виноградной кистью. Выражение «в доме твоем» с текста оригинала лучше перевести как «внутри твоего дома». В этой небольшой детали «внутри дома» присутствует намек на верность настоящей жены. Она выполняет свое служение матери во внутренней части дома, подальше от улицы. Это резко контрастирует с описанием блудниц из книги-притч. «Шумливая, необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы». За выражением «масличные ветви» стоит указание на молодые побеги, которые растут вокруг оливкового дерева. Множество молодых зеленых побегов, которые происходят из старого дерева, это признаки продолжающейся жизни, продолжения рода и фамилии. Если учесть, что маслина в псалмах является синонимом праведника, выходит, что побеги маслины метафорически указывают на благочестивых детей от благочестивого отца. Прямо, как по Евангелию, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Родственников и близких друзей связывает общая трапеза – совместная еда за завтраком, обедом или ужином. Собрание детей вокруг трапезы твоей является видимым признаком их симпатии к родителям. Дети тянутся поближе к отцу, который сидит во главе стола. Все сказанное выше о жене и детях означает, что жена благочестивого человека будет прекрасна собой и родит много детей, а дети будут крепкими и энергичными. С радостью будут они тянуться к родителям и помогать им. Идеальная семейная жизнь является даром, благословением человеку, боящемуся Господа. Четвертый стих. Четвертый стих закрывает первую часть псалма, повторяя мысль из первого стиха. Разница в том, что в первом стихе использован термин «блаженный», а в четвертом «благословенный». Но это не меняет смысла, а только усиливает вывод. Господь несомненно благословит человека, который за ним следует. Благословение, произносимое в пятом-шестом стихах, скорее всего, произносилось священникам в Иерусалимском храме. Боящийся Господа муж увидит благоденствие Иерусалима и будет жить достаточно долго, чтобы увидеть своих внуков. Долгая жизнь и множество внуков считались благословением Божьим не только в культуре Древнего Израиля, но и во многих культурах Востока вплоть до сегодняшнего дня. Упоминание Израиля подчеркивает, что семья не существует в изоляции, она является неотъемлемой частью общества. Слово «благо», упомянутое в разговоре об одном человеке во втором стихе, тоже, что и благоденствие для всего народа, слово, упомянутое в пятом стихе. Подведем итоги. 127-й псалом является хорошим примером того, как устанавливается связь между христианской духовностью и этикой псалтыри. Слова молитвы Господней «Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе», словно указывают на человека, боящегося Господа, ходящего путями его. Просьба «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», словно находит исполнение в выражении «Ты будешь есть от трудов рук Твоих». Заключительные слова псалма «Мир на Израиля» находят свой аналог в молитве апостола Павла о собратьях христианах «Миром и милость Израилю Божию». Ни семья, ни отдельно взятый гражданин не могут отрезать себя от общества и общественных отношений. Мы работаем вместе с кем-то или для кого-то, что-то получаем от других людей или что-то другим передаем. Причем мы влияем друг на друга, поэтому в период социальных трансформаций мы не можем стоять в стороне по принципу «Моя хата с краю». Мы призваны думать об обществе, в котором живем, участвовать в общественной жизни. То же самое можно сказать и о церкви, к которой мы принадлежим как члены единого организма. С момента крещения мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Помнить об этом значит вырваться из плена эгоцентричности, нервных беспокойств о себе любимом или о своей семье. Христианская семья – это малая церковь, которая всегда открывает дверь нуждающимся. В одной из молитв православного чина «Венчание» священник обращается к Богу с такими словами «Сподобие их, молодых, брачующихся, увидеть детей у детей своих, ложи их в безопасности от козней вражих сохрани и дай им от росы небесной свыше и от тука земного, исполни дома их пшеницы, вина, елея и всякого блага, чтобы они могли уделять их и нуждающимся». Жизнь по заповедям Божьим – это прямой путь к той земной награде, которая обещается автором 127-го псалма, и к той небесной награде, которую не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Но эта жизнь по Богу не имеет ничего общего с праздностью. Это труд, порой тяжелый, но благородный, по умножению в мире любви через деятельное участие в духовных и земных нуждах наших ближних. Благодарю за внимание.